Приветствую вас, Аноним. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, отношения с независимым мужчиной, у которого будет ребёнок от жизни. Как себя чувствовать? Добрый день, обещайте вы, мне 29 лет, молодому человеку 20 лет. Вступила в отношения с мужчиной, зная, что у него её жена, развод, который официально не оформлен, и к тому не беременной женой. Обещайте вы. Здесь сразу хотелось бы обратить внимание на возраст. То есть на то, как вы относитесь к возрасту. Своему возрасту. То есть вы говорите о том, что вам столько-то лет, молодому человеку столько-то лет, и вы говорите об этом. Это, на мой взгляд, очень важно. Потому что вы это упомянули. Практически, практически, вот сразу, вы об этом сказали. Соответственно, возникает вопрос. Какое значение для вас имеет возраст? Имеет ли возраст, эээ, имеет ли возраст для вас вообще какое-то значение, если да, то какое? Да? Это первый, первый, первый такой момент. Да, на мой взгляд. Дальше. Вы пишите, что, значит, пила в отношения с мужчиной, значит, у него её жена, развод, который официально не оформлен, и она беремен. Мужчина принялся в этом сразу на следующий день после знакомств, меня это нисколько не было, не напрягало, так как отношений никаких я не планировал. А в итоге всё очень быстро закрутилось, и общение привело к отношениям. Печневые. Вот здесь есть некоторый элемент неосознанности. Ваша неосознанность. Что это значит, элемент неосознанности? Эммм, как правило, одночастое то, что вы не замечаете, эммм, тех, эммм, процессов, да, тех процессов, которые, эммм, ну, условно говоря, происходят с вами. То есть вы не замечаете тех моментов, эмм, которые в вашей жизни меняются. То есть, эммм, ну, что это значит? Это значит, что, эммм, какие-то процессы происходят. Например, у вас появляется эммм, отношение. Ну, вот, например, да, с эммм, мужчиной у вас появляется отношение. А вы, как будто бы, не замечаете. того, как это, вот, происходит. Вы, как будто бы, не замечаете того, как это, вот, образовывается. И вопрос здесь, на мой взгляд, довольно важный, заключается в том, эммм, как так вот получается, что, э, э, ну, отношения переросли, вы, вы, что-то, что-то серьезное. У вас что-то серьезное. А вы, как бы, даже не замечали. Эппл. На мой взгляд, это очень, эммм, показательный момент, момент того, что вы делаете какие-то, эммм, спонтанные, эммм, действия, вот, не замечая при этом, эммм, что происходит с вами, там, в вашей жизни, например, и так далее. Вот. И, эммм, здесь важно заметить, в какой момент отношения стали, вот, ну, вот, с такими, с такими, что вы, вот, эмммм, в них вступили, по сути дела. Но, при этом, не заметили, что они начали, или, не заметили, что стали ближе, к человеку, и так далее. Это, вот, такая, очень, на мой взгляд, важная деталь. Что-то поменялось, что вы не очень поняли, не очень поняли. Вот здесь. Дальше. Эммм, так, эммм, в итоге все очень просто заключили, знакомым всего два месяца, по ощущениям с собой, и старым, как будто знакомы, и живем вместе с собой. А, ну, вот здесь, эммм, такая, такая, я бы сказал, эммм, опасная, несколько, эммм, позиция, да? Потому что, вы, эмм, же говорите за двоих. То есть, вы говорите и за себя, и за, эммм, ну, за мужчину, вы говорите. То есть, тут, эммм, сложность в том, что вы говорите про вас обоих. На мой взгляд, это опасно, потому что, эммм, вы обобщаетесь, и, эммм, вы исключаете, эээ, себя, как, как, отдельно. Эт. Вот. Ну, как, эмммм, отдельного индивида. Вы себя исключаете. Мне кажется, что это по отношению к вам, ээ, некоторое такое, знаете, пренебрежение. Мне так вот кажется, по крайней мере, потому что вы можете говорить только за себя, даже если мужчина говорит что-то другое, например, мужчина говорит, что вот как вы пишете, знает вас очень долго и так далее, что вы там вместе живете долго и так далее. Но все равно это не то, как вы это чувствуете, то есть, может быть, могут быть серьезные различия между тем, как он и вы воспринимаете одно и то же. Поэтому я бы сказал, что здесь есть вот эта вот особенность ваша, что вы, может быть, растворяетесь в человеке. Вот. И в целом это очень похоже на увлечен. Важно, конечно, понимать, важно, конечно, понимать, что ничего плохого именно увлеченности чем-либо нет. И то, что вы увлеклись, это неплохо. Но как-то вот мне кажется, что вы потеряли здесь ни много ни мало контроль. То есть вы потеряли здесь, ну, может, может, можете, может быть, вы потеряли здесь себя, да, или не себя, ну, контроль. Дальше. За эти два месяца столько забот и внимания проявил, сколько я не получил от мужчин, от мужчин за большой период времени, да, с первым самих на выпуск он организовал праздники и каждый видел друг друга без приказа. Ну вот, здесь, на мой взгляд, да, вы говорите о том, что не получаете внимания. На мой взгляд, если вы говорите об этом, о том, что вам вот не хватает мужского внимания, что вы пытаетесь его получить. Вот, и я вас, конечно, понимаю, но понимаете ли вы, что вот транслируете здесь такую мысль, что вам не хватает внимания мужского. То есть, ну, это вот такая позиция, знаете, голодного человека, истерковавшегося по мужскому вниманию, истерковавшегося по хорошему отношению. Здесь бы, конечно, более уместно было бы задать себе вопрос такой, а почему, почему другие мужчины мне не уделяют, ну, не уделяли внимания достаточно? Да, или, например, почему мне хочется мужского внимания. Не в том смысле, что мужского внимания быть не должно, а в том смысле, что потребность ваша – это из чего проистекает. Вот это, мне кажется, тоже важная деталь, на которую вам необходимо обратить свое внимание. Ну, получается, что мужчина просто дал вам то, чем вы, грубо говоря, нуждали в данном видео, почувствовал, может быть, вот, и дал вам это. То, чего вам не хватало, например, грубо говоря, вот. Вот, это ведь, это ведь тоже, тоже неплохо, вот. Просто, это риск для вас, это может быть риском, риском, как раз таки оказаться, вот, зависим. Дальше, значит, вы пишите, что каждый друг друга увидел без прикрас, это вот тоже такой момент достаточно неоднозначный, то есть, что значит каждый увидел друг друга без прикрас, да, то есть, ну, вы можете опять же говорить только за себя. Вот, вы не можете говорить, там, условно, там, за другого человека, вы не можете говорить за мужчину, вот. И, опираясь несколько на, вот, допустим, практику, работаю с отношениями, да, я могу сказать, что увидеть человека без прикрас можно в течение времени определенного, но не в рамках, вот, каких-то ситуаций отдельных, не в рамках, не в рамках каких-то позиций. Вот, это тоже, конечно, безусловно, позиций может раскрыть человек, но увидеть человека без прикрас можно только со временем, потому что то, о чем вы говорите, это все равно некоторые такие стрессовые ситуации, я здесь использую слово стрессовое не в плохом смысле этого слова, да, я здесь использую слово стрессовое. Именно, именно, с точки зрения того, что человек, а, может быть напряжен, человек может, а, хотеть поддержать определенный образ, то есть он не расслаблен. А дальше, если вы расслаблен, то все равно есть, вот, на фуфоне есть, там, определенная ситуация, ну, в яме, это вот, ситуация, вот, по типу такой, который вы оказали. Жерезная, а, обо мне, не дают разводы, хочется его вернуть, периодически устраивать истерки, меня приверут в своем положении, взяться прощая о помощи его. Мне он ничего не рассказывает, тебя не беспокоилось, по его словам. Ну, вы знаете, вот, здесь у меня есть, вот, такое ощущение, да, что вы, как будто бы, ну, не знаю, как будто бы вы хотите, в какой-то степени дистанцироваться от этой ситуации, ну, вам она может быть неприятна, эта ситуация. Вам она может быть некомфортна, эта ситуация, вы хотите от нее дистанцироваться, вот, и, собственно, позволяете человеку это сделать. То есть, позволяете, а, дистанцировать вас от этого. Только здесь есть вот такой важный, как мне кажется, нюанс, он связан, он связан с тем, что он на пользу вам идет то, что вы в этой ситуации вы оказываетесь, ну, как будто бы не удел, да, как будто бы вы ни на что не влияете уже, да, вот. И вопрос, который вам нужно, как мне кажется, себе задать в первую очередь. Вопрос это звучит так. Я дистанцируюсь из страха или я дистанцируюсь, там, ну, по какой-то вот еще причине. То есть, мне кажется, я должен был один момент, на который вам нужно обратить, обратить свое внимание, да. Потому что, если вы себя обмянуваете, например, если вы пытаетесь от чего-то, как бы вот, самоустраниться, это вы пытаетесь что-то игнорировать, надеясь на то, что само решится, я бы не сказал, что это такой вот позитивный, позитивный и хороший для вас момент. Ну, просто, опять же, потому что стирается контроль. Ваше контроль стирается. Вот. Понимаешь так, что я имею в виду. Дальше. Дальше. Так. Вижу, как ему тяжело в этой ситуации. Лишний рашник. Здравствуйте, гороскоп. Дальше. Приведено в выпуске. Чувствую отстраненное отношение с его страной. Холм-год. Почти недели не видим. Все предпоследования редко и неохотно отвечают. Хотя до этого много времени проводили вместе. Меня привели в тревоге. Беспокоить. Спасибо. И нет уверенности, что дальше эти отношения будут развиваться. Не знаю, теперь как с ним дойти, как сделать отношение с своей страной. Обоснованный ли страх? Ну, страх, конечно, обоснован. Это совершенно очевидно. Страх обоснован. Обоснован, потому что действительно вы оказались в такой ситуации. Действительно, когда от вас сейчас ничего не верят. И вы чувствуете, что контроль, он как бы уходит от вас. И вы чувствуете, что контроль, он как вас уже мало, в общем-то, что зависит, это очень неприятно. Поэтому то, что вы описываете, это вполне обоснованно. И вот то, что я хотел бы вам предложить, то, что я хотел бы вам предложить, я бы хотел предложить вам быть с собой в этой ситуации. Какой бы она ни была дальше, какой бы она ни была в дальнейшем, я бы хотел предложить вам быть с собой. Что это значит по сути? Это значит, что вы будете опираться на себя. Вот это значит, что вы будете опираться на свои чувства, это значит, что вы будете опираться на свои эмоции, это значит, что вы будете опираться на свои эмоции. И это значит, наверное, наверное, вот, ну я не знаю насчёт того, самое ли главное это или нет, да, но это значит, что вы будете говорить о том, что вас беспокоит, вас волнует. да? Вот. То есть, если есть какой-то элемент, который вас тревогает, то вы об этом, ну вы постараетесь его выразить, да, условно, в контакте с человеком. Вот. Это, мне кажется, то, что вы можете сделать, чтобы себя не предало. Дальше. Дополним, что познакомишь с ним, он уже был, больше месяцев уже не жил, знал о беременности. У тебя такой же срок после ухода ребенка не отказывается, будет полностью обеспечен. Ну, что я могу здесь сказать, да, опять же, слишком много обязательств перед женой, слишком много того, что притягивать его к жене, по сравнению с тем, что с вами. И с вами, по сути, только эйфория, вот, какие-то перспективы и всё. С женой же обязательства и социальные давления, что для некоторых людей очень важны. Поэтому, я думаю, что вам стоит подумать о своей безопасности, я думаю, что вам стоит подумать о том, как себя обезопасить от возможного использования, на то, что вы уже не использовали. Вот. Я думаю, что вам в любом случае нужно обратить внимание на доверие к себе, то есть вам в любом случае нужно обратить внимание на то, как вы относитесь к себе, и как вы, насколько вы внимательны к себе, вы в контакт с, например, ну, мужчиной, да, в контакте с самой собой. Говорить о том, что, по сравнению с вами, вы не настроены на серьезные отношения, я бы именно вот сейчас именно не стал бы, потому что здесь нужна, мне кажется, индивидуальная работа, но в случае, в случае вот ситуации, которая сформировалась, я бы сказал, что вы чересчур полагаетесь на мужчину, чересчур полагаетесь на человека, у которого есть свои трудности, свои проблемы, свои сложности и так далее, да. Вот, и вы говорите о том, что боитесь, что, вот, ваши отношения будут развиваться и ваш этот страх, он, действительно, вполне оправдан, потому что на самом деле, на самом деле, есть такая вот вероятность, что отношения развиваться не будут, это правда. И вам нужно быть к этому готовы, не допускать, допускать, допустить, что вы могли быть увлечением для молодого человека. Вот. Не потому что он там плохой какой-то и так далее, а просто если человек попал в такую ситуацию кризисную, то есть не знаю, да. Вот. Вот. И единственный способ, который я знаю для корректного выхода из вот этой ситуации, которую вы оказали, это четкие границы ваши. то есть имеется в виду четкое, четкое отслеживание и защита своих интересов. Вот. Так вы быстрее мужчине дадите понять, что вас нельзя использовать. Так вы быстрее дадите мужчине понять, что не получится с вами играть. Вот. Даже если он этого, ну вот, и не хотел, никогда. Даже если ему это было не интересно, никогда. Вот. Даже если ему это было не интересно. Все равно. Все равно. Все равно. Вот. Ну. Как бы. Донести до него хоть идею. Вот. Что я не игрушка. Что. А. Ну. Что со мной. Нужно. Считаться. И что. Использовать там. Себя. Допустим. Я. Не позволю. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Вот это вот очень важный. Очень важный момент. Вот здесь. Вот. Поэтому. Единственный способ, который я знаю. Чтобы защитить вас от вот этих вот. страхов. От вот этих вот. Страхов. Да. От вот этих вот. Переживаний. Да. Вот. 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 От такой вот. Неопределённости. Это вот. Как раз таки. А. Чётко защипал. Коих интересных. И здесь всё во многом, конечно же, зависит от вас. Вот. Во многом. Здесь же зависит от вас. Очень. А. Очень-очень во многом здесь, здесь зависит от вас. Потому что. Если. Если вы. Не готовы. Например. А. Ну. Допустим. А. Если вы не готовы. Свои интересы защитить. А. Молодой человек. Он может вас. Там. Уйти. В принципе. Да. Если вы. Начнете. Грубо говоря. Качать. Права. Вот. Что. Ситуация, в которой вы. Окажетесь. Может быть. Очень. А. Печальной. В том смысле. Что. Она будет зависит. Ну. То есть. Вы будете зависит от этой ситуации. Вот. А. Вот. В принципе. То. Наверное. Что. На. Данный момент. Я хотел бы вам. Сказать. С точки зрения. Вот. Даже. Ее. Много. Психология. Списковерения. С точки зрения. Списковерения. Психотерапии. Списковерения. Эм. Хотела. Опыта. Который. Эм. Который. Ну. Который. walked through. В aklахн� 가는 way. Ну. Я готовил к 운동е. Моей философией. За головы. Вcl understand. Есть ведь совершенно очевидное ваше желание человека оправдать. Есть совершенно определённое желание ваше оправдать его. И это тоже в какой-то степени для вас угроза. Вот. Потому что оправдываем. Человека вы рискуете потерять себя. Вот. А мне бы этого не хотелось. Я думаю, что вам бы тоже этого не хотелось. Вот. Поэтому давайте постараемся обратить на вот эти вещи внимание. Вот. Мы постараемся в хорошем смысле слова прислушаться к своим страхам. Вот. И позволить им подкорректировать реальность. Да? Подкорректировать то, что с вами происходит. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. На этом всё. Желаю всего самого доброго. И удачи. Удачи.